Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 725. События дня. Иисуса Новина 1.8. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять всё, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Сегодня слово «точность» – это нет, это экономия, всё можно и кресить песком, присыпать его, сразу зарыть его, как Ломоносов говорил, в холодной воде кресить детей, чтобы сразу отпевать. Попы жадные. Это Ломоносов пишет. И вот здесь в точности. А если Евангелие исполнять в точности? А, это фарисейство, буквы убивают, дух животворит. Да разве об этом там говорится-то? За 7 декабря 2017 года. Документальный фильм вышел, «Реформация 500» протестантам. Вот это обязательно нужно им посмотреть. Вот оно как выглядит. Леонид, то есть Леонид Яковчук пишет. Пришли книги. То есть он сам в Америке, а жена у него в Украине, и скоро он сам возвращается и пишет. Пятидесятник, в третьем колене пятидесятник. И вот заметьте, как человек рассуждает. Пятидесятник, повторяю. Требует 70 долларов. Жена не хочет платить. И как быть? Я отвечаю. Нигде во всем мире нет этой беды, как на Украине. Мы проехали всю Европу, Скандинавию, Прибалтику с миссией. И нигде не грабили нас так, как на Украине, на таможне. С нами была собака, со всеми справками, прививками, щипом, загривки. Везде проехали беспрепятственно. А на Украине нас с собакой буквально изживали. Дай, дай, дай. Одному дал комплект их книг. Такой же, как вот ему дал. Это Новый Завет, трехтомник, и все. А это не просто так, а 75 евро. А другой рядом сидит. И мне дай. И опять же, за пересылку книг нигде столько не берут. Здесь, как за посылку на Украину. Здесь, на почте. А что при получении посылки, когда она придет в пункт назначения платить хотя бы грош, нигде во всем мире не слышал. Почта берет только за пересылку, а не за получение. Это грабеж. Ну, я ему тут решил все это разъяснить. Мы с ним полностью согласны. Титу 1.2.12. Всегда лжицы. Злые звери, утробы ленивые. Это я говорю к тем, которые грабят. Не ко всем на Украине-то. Если не дадите этим зверям просимое имя, я Леониду, это Яковщику пишу, то книги пропали, и сюда они не отдадут, не придут. Отдайте им. Соберите там по доллару и перешите скорее, как можно. Жене, чтобы она выкупила. Тут нет нашей с вами вины. Мы сделали все по-божески и по законам мира сего. Ну, и далее поясняю, чем я это мотивирую. Итак, Исайя 56.11. Это псы, жадные душою, не знающие сытости. Это пастыри бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою корысть. Это уже прямо о патриархийных попах. Где хотел, хохол прошел. Там даже еврею уже делать нечего. Это я еще в армии слышал. Теперь я решил это место усилить. То, что говорил. Еще места Святой Библии. Михея 2.8. Народ же, который был прежде моим, восстал, как враг. То есть на Майдан вышел. И вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду, проходящую мирно от вращающихся войны. Букав 6.29. Ударишь ему тебя по щеке, подставь и другую. И отнимающему тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять ей рубашку. Это у меня было. Я повторяю просто, чтобы увидеть, чем закончится. 2 Параллель Паминон 6.30. Ты услышишь с неба место обитания твоего и прости, и воздай каждому по всем путям его, как ты знаешь сердце его, ибо ты один знаешь сердце сынов человеческих. Выкупите это сокровище. Это я ему опять туда пишу, в Америку, а он уже там жене скажет. Сафония 3.3. Князья его посреди него, рыкающие львы. Судя его, вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. На Украине много церквей и монастырей, поют Богу славу. А сами что делают? Я опять же поясняю священным писанием. Исайя 24.16. От края земли мы слышим песню «Слава праведному» на монастыре. И сказал я, когда увидел, как поступают, «Беда мне, беда мне, увы мне, злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски». Вот слово «зло» пять раз повторяется. Вот я отношу как раз к тем, которые так поступают. Много молятся, а сами грабят. «Выкупите как можно скорее, вы об этом потом никогда не будете жалеть». Леонид Якопчук говорит, «Хорошо, вышлю деньги жене. Враг делает свою работу. Спаси Христос». Так, я ему пишу. Прошла неделя. Отдали посылку вашу вам на Украине. Я копчу. «Мир вам, Божий, дорогой Игнатий Тихонович». Слава Богу, получила же на книге. Денег не взяли. Наверное, им стало стыдно. Да нет. Это Бог. Благодаря вам начал знакомиться с житьем святых отцов. Слушайте, 50-ник. И все баптисты, слушайте, начал знакомиться. И главное, слово «житие святых отцов» с большой буквы пишет. Хотя все нужно с маленькой. Иоанн Златоуст, Нила Сорского, Серафима Саровского, Нила Синайского, Игнатия Брянчанинова, Антония Великого. Это столбы церкви, святители истины, трубы Христовы. Только у них я узрел ревнители нищеты и смирения. Вот так. Ему во сне было, чтобы он нашел меня. Мне порой становится скидно. Никита, что такое скидно? Стыдно, наверное? Или ошибка тут какая-то? Где он, Никита-то? Я не стал управлять. Что такое скидно? Есть такое слово? Нет, нет. Наверное, стыдно. Да. Что я ем и во что одеваюсь. А святых отцов научился. Правда, стал кушать наполовину того, что ел. Меня одолевает трепет, смотря на жизнь старцев. Скажите, пожалуйста, сколько есть святых отцов? Их имя, фамилии? Спаси Христос. Это он пишет. Спаси Христос. Отначально говорил спасибо. Я отвечаю. Этого никто не знает, кроме Бога, всемогущего и всезрящего. Но по житиям святых, если просто считать по одному, где назван руководитель монастырей, или при мучении многих тысяч, как у епископа Некомедийского Анфима, жития 16 сентября по новому стилю, сожжен в 1932 году. Там было с ним сожжено 32 тысячи христиан. Если считать по указанным именам, то 1173 жития биографии. Это можете увидеть на нашем сайте во свете Библии. Вот здесь и открыть алфавитный каталог житий на каждый день в году. Показал где. Каждая здесь цифра, это дорожка на пленке. А теперь файл 2 часа и 5 минут. 12 томов по Дмитрию Ростовскому митрополиту, описавшему это. Тут они в аудио. В 80-х годах я все это насчитал на 40 катушек по 375 метров. Каждая 8 часов и 20 минут. Можете прослушать. Здесь вся история церкви Христовой с первого ее дня. Это 240 часов примерно. Вот тут все сектанты и ретейки сразу же должны признаться, что они не церковь. Потому что не с Мартина Лютера церковь Христова. А сионской горницей из дома Корнилия, Деяния апостола 2-10 главы, стала быть церковь Христова. И в каждом веке есть имена и биографии жития. У сектантов и ретейков ни звука нет до 16 века. А откуда они взялись? Потомки Допана, Верона и Корея, чисто 16 глава. Сейчас начало выставлять на нашем видеоканале ежедневно творение святого Иоанна Златоуста, умершего в 407 году. Это 1262 ролика. Бывает один туда-сюда, тут один потерянный был ролик. Сейчас с Америки его опять прислали. Как-то ускользнул. Будет 12 томов. Их я тоже насчитал еще до 1980 года, до моего первого ареста. 62 катушки по 8 часов и 20 минут каждая. И начитанная, тут же мной и Святая Библия, 152 файла будет. Если бы на вашей таможне или в почтовом отделении не отдали посылку от нас для вас, на Украине, где затребовали 70 долларов при получении, тогда как вся стоимость уже оплачена в месте отправки, то есть у нас. И вы-то уже сполна тут оплатили. То я думал же обратиться в разные органы Украины, вплоть до Порошенко Петра, чтобы унял своих ярых подчиненных, грабящих своих же граждан. Но мы молились, как и вы в Америке, и наш любящий Бог положил так, что посылку нашу с книгами отдали все же. «Слава Иисусу Христу вовеки!» Вот видите, как. Вот это я еще тут ему не послал, Яковчук. Ну вот надо найти, так, а вон Лена и Леня Яковчук. Вот теперь, теперь надо вставить. Вот я ему вставил это. О-о-о, теперь надо отправить. А как отправить-то? Ну, надо поднять вот эту мою градушку тут и брякнуть посередине. Энтер. Вот так. Ну и все. Дальше считаем. Затребовали. Видите, как. Все-таки Господь сделал, как надо. Алекс Гунин. «В будущем Роман может таких дров наломать, что и щепок не собрать. Игнатий Тихонович, будьте осторожны и бдительны. Спаси Христос». Это про нашу потеряевку пишет там Роман-Малыш. Галина Влеська. «Мир вам, дорогой Игнатий Тихонович, разве позволительно православному верующему христианину наставить на своей уверенности в истине, что ему достаточно использовать лишь отрывки из Святого Писания, а не всю вкупе книгу книг? К примеру, Бог говорит об одном и том же предмете, но в разное время и с разным окончательным действием. Про иконы, не делай, сделай. И таких мест в Библии немало. Бог знает, что нам надо в тот или иной отрывок развития чад его. Он же творец, а мы – исполнители. Пироги же пекутся поэтапно. Вода, дрожжи, мука, масло. На отрывках из Библии рождается только оскольник, откольник, теряя в дальнейшем нить ко спасению от сосредоточения на своей тропочке с закоулочками да ухабинами. Туда же отсылают всякие православные выкрутасы. Это что? Не поминание. Молитие друг о друге сказано. А мы не будем поймать патриарха. И тут уже группа колотится, и человек находит. Ну, дух лжи. А наоборот, он требует молитву патриарха, чтобы молились о нем. ИННН, не отречение же это. ИННН-то еще сегодня, оно никакой роли-то не играет фактически. Катакомбы. Идите от края земли до края. Какие катакомбы, когда сегодня... Ну, нет, гонения-то нету. Это все обман. Паспорта, перепись Иосифа Пресвятой Девы. У нас был священник такой здесь, Авцис Павел Ермоленко из Камня на Аби. И он против паспортов был. Вот те были зеленые, эти, красные, ну, то и такое. Там витушки, шестерку что-то находит. И... А вот перепись, потом он приехал, перепись, вот тоже везде бросался. Я ему показал. В Ветхом Завете еще две переписи есть в книгах Маковейских-то. Три. Ну и что? Перепись Давид делал. Так он узнать хотел вооруженные силы свои. Сколько воинов у него. Все вокруг себя крестить. Вот стоят и рукой машут, динательного крестика маловато. Сколько энергии у сатаны, и при этом такой православный, убежден в своей истине. Зачем мне это, подумал бы. От чего уводит неусыпающий червь-то? От истины? От отречения себя? Сердце мое, сердце. Ты поле битвы. Победитель есть, и он Христос. Отвергнитесь, братья, себя и следуйте за Христом. Дни, ой, как лукавые, и все сочтены. Покаяние двери отверзи мне, Господи. Сколько у сатаны. Одна женщина так все обо всех отзывается по-хорошему, а дочка и говорит ей. Мама, тебя бы если спросили дать характеристику сатане, ты бы, наверное, и о нем отзывалась положительно. Но у него есть, говорит, одно качество, которое нам не помешает. А какая? Он никогда не отчаивается. Неусыпность его. Не удалось на этом, он на другом. В юности там похоть разжигается, любовь к совокуплению, как в весенней собаке, без брак, без венчания все это женится. Великий пост. А в старости это осуждение, главный грех. Или же затем все это блуждание в несвоих новеньких, модненьких, православненьких предложениях, чтобы не пересолить и не превратиться в пустыню безжизненную. Ну, это глупо, конечно, выглядит. Оригинальничает. Бог нашему Богу слава. О, интернет, ты мир, но слава Богу не мой. Я пишу, я определенно-то. Кому говоришь это, Галина? КА и РМ. Братья в поисках компромата на церковь, лечебницу нашего болезненного первообраза, то есть против самих себя. Забавно. Скоро отдохнете от моего уродства. Ухожу в отпуск до 2018 года рождения спасителя. Я отвечаю, благодарю, сестра дорогая. Готовься на лето, можешь и маму с собой забрать. То-то она тут отдохнет. Галина Влеська. А кто будет с козявками на ее даче разговаривать по росе? Она хочет потеряевку. Беседовали с ней, но еле передвигается моя мамочка. Это 84 года. Изнервированная строительством страшного коммунизма. Любимый наставник. Мы уже с Ксенией Юровой переписываемся. Она хорошая. Я отвечаю. Она благоволит к истине и радуется в истине. Дружи с ней. Это не ХС. Скажут, а что такое? Что тут такое? Ну вот впереди. АА. Это Андрюсенко Александр. РМ. Это роман «Малыш». Вот. СМ я написал. Ну, Харольский Симон. Поет песенки, по горам ходит. Евтушенко Сергей пишет. На западном берегу реки Иордан начались столкновения. Прямая трансляция. Вот она где. Мы вчера долго смотрели. Кто-то... Много народа. Кирилл Величко. Если столица становится в Иерусалиме, к чему это может привести? Евтушенко Сергей. Будут столкновения. Иерусалим весь станет израильским. А потом храм Соломона, как мечеть, снесут во время боев. Во время боев. Понятно? Вот это вот очень интересная мысль. Именно так и будет. Должно бы так быть. Храм-то не Соломонов. Вместе Соломонов это Зарвавеля. Второй храм. А третий построит. Сядет в нем антихристских мошах. Кирилл Величко. Хотел написать, что там мечеть. Евтушенко Сергей. Мы на пороге грандиозных событий. Пройти бы их еще и не оступиться в бездну. Сергей Игнатов. Мир вам. Кто имеет такое начало премудрости, как страх Божий? Кто в один духом святым через его слово и святых, отошедших с царствия Божия? И живущих с нами на земле не устрашится кознь дьявола и позволит тянуть себя в злые дела. Галина Величко. Дональд Трамп подписал указ о едином столище Иерусалима за Израилем. Палестинцы очень недовольны. Но Бог знает, куда и к кому ему приходить. Вот Тетюшев пишет. Уважаемый Игнатий Тихонович, мир вам. 29 ноября 2017 года. Как передает РИО Новости. Русское информационное агентство. Патриарх Кирилл на архиерейском соборе РПЦМП заявил о необходимости упорядочить каноническое положение епархии и приходов РПЦЗМП. РПЦЗМП. Поврось, а теперь под одну строчку пишут. Как говорят, а как этот священник-то? Всех люблю, никого не осуждаю. В одно слово, без пробелов. Всех люблю, никого не осуждаю. То есть гиблый. Глава Московской Патриархии пояснил, что речь идет о упорядочении канонического положения епархии и приходов русского зарубежья. То есть о дальнейшей интеграции РПЦЗМП в структуру Московской Патриархии. А разве до сих пор есть даже епархии РПЦЗМП? Как вы думаете, дорогой Игнатий Тихонович, как это упорядочение может означать для вашей православной общины? С любовью и уважением к вам, пенсионер Александр Горнбугуруслан, Оренбургская область, Тетюшев. Я отвечаю, это знает только Господь Бог. РПЦЗМП, таких я и не знаю ныне в России. Наши две общины, но они какого отношения к МП не имели, не имеют. И не им решать то, что им, политикам, в рясах вздумается. На благовестие не идут, а только тусуют карты, крапленые под рясами. Может быть, речь идет об общинах РПЦЗН-гразограницей находящихся? Им нужно полностью их поглотить, размазать своими запахами и вкусом сталинско-бережской структуры МП и хватки. А вот автономия им, ох, как не нравится. Эти их насилия над совестью и верой людей отрыгнутся горькой полынью непрожжеванной. Новые бутовы будут для них, этих дельцов, от религии. То есть забутят их туда. Никакого отношения, не имеющих пути истинного. Страхи Божьим спасения по Святой Библии, по толкованию святых отцов Вселенской Церкви. Каноны прям люто ненавидят. Что не скажешь, прям это придумали там. Ну, хуже еретиков, хуже сектантов по отношению к канонам. Ну, вот получили книги. А я говорю, когда книги получат, чтобы два-три снимка сделали с книгами в руках. Ну, а как он сделает-то? Его и нету. А вот оно. Он сделал снимки там, наверное, сказал. И уже прислали. Якобчук Леонид из Америки. Вот. Вот, пожалуйста. Новый Завет. Первая книга внизу. Вторая, третья. И К истинному православию. Всего четыре книги. И 70 долларов за получение просили. А тут тысячи. Я не знаю, сколько это за пересылку-то. 3700 или а то и больше. Вот так. Это я пока здесь расположил их, как они лежат где-то там на полке. Видно, ему послали. А он уже сюда. Теперь вот как положили. Видите, как равновесие. А одна с другой в сторонку. Закладочки, видать. Видно, что закруглены. Если он православие. То есть не досмотрели, что кверх ногами буквы. Неважно. Ну и три главного. Вот это снова, видать, то же самое. Если не ошибаюсь. Ну да, так оно и есть. Это одну продублировали. Вот так. Ну, можно хотя бы один вопрос тут ответить. Про государство у нас идет. Сначала сказать, какие у нас ресурсы. Это мой мир. Вот он мой мир. Я в шапке. А где я с голубем, Игнатий Латкин? Туда не надо писать. Там это дубль идет. Вот. Я сейчас ее обновлю, посмотрю, сколько эти занятия идут. Тут дрова. Ну вот. И вот наш форум православный. 2861 год. Если 1861, это крепостным правом покончили. Ну вот, понемножку приходит. 287 сегодня. 300 человек. И вот канал наш. К слову сказать, могу даже обновить и показать. Ежедневно я выставляю теперь их эпилаг ГУЛАГ. Святая Библия. Всего 6. И Златоуста. Сколько самое большое тут что набрало? Какое? Зима рядом. 107. Вот так. Ну и во свете Библии наш православный библейский сайт. И вот мне... Вот я вот зайду сейчас на мой мир. И сообщение. И вот сообщение к истине. Мне пишет Максим Степаненко. Это у него так называется. Я ему сказал, загляните на свой скайп. Я скинул вчера там, вам туда, нашу беседу с отцом Александром Мень. И вот начало. Вопрос 3396. В Краевой Библиотеке есть книги отца Александра Менья. А в церковной лавке я ни разу не видела. Почему? Я говорю ответ открытым оком. Том 20, страница 128, 193, 65 страниц. Усмотрели в его трудах нечто вредное. К нему очень настороженное отношение. Я беседовал с ним. Эту беседу протранслировали, когда я вел радиопередачи. Потом, после пожара в моей квартире на Никите на 1471, пленка исчезла. Недавно сломался у меня компьютер. И пока он был в ремонте, пришлось напросить к сестре Галине Кубайкиной. Там и увидел у нее на рабочем столе компьютера две папки с нашей беседой с отцом Александром. Оказывается, с магнитных катушек кто-то снял на кассеты, маленькие кассетки, и уже перевели в цифровые данные. Меня попросили опубликовать нашу беседу. Сестра Галина перепечатала, и теперь даю ее почти полностью. То есть, то, что сохранилось. У беседы нет начала и нет окончания. То есть, эти пленки были там в компетентных органах КГБ, и там они размагнищивали, вырезали, ну, трудились. Показать для Москвы, что органы надо раздувать, как служитель говорит. И вот дальше мы беседуем. Полиция Александровна Мень. Ну, и дальше говорит, я пропустил маленькое, а потом дальше нужно только ткнуть, и уже полностью вся беседа. Он пишет. Доброго здрая. На вид? Да, вид у него общепоповский. А про кого он говорит? А вот он мне прислал. Ну-ка, кто-нибудь подойди сюда. Кто-нибудь видел этого человека или нет? Никита Владимирович, подойдите. Вот. И вы его не видели никогда? Нет. Написано, что... Да, почитай мне, а то я сижу тут, читай. Добрый день, Игнатий Тихонович. Вы как-то пересекались с Архимандритом Иосифом Еременко из Казахстана? Еременко. Он переехал в Томск и сейчас назначен секретарем епархии. Вот он как. А я сразу ответил. Лицо и взгляд как будто знакомы, но не припомню. Быть ему епископом? Вот. И дальше я прописал ему все. А он сразу отвечает. Доброго здравия. Да, вид у него общепоповский. Вот его биография. Может, что вспомните? В Томской епархии новый епархиальный секретарь, Архимандрит Иосиф Еременко. Во вторник провел встречу с руководителями отделов. Произвел благоприятное впечатление. Вот важно. Итак, знакомьтесь, Томичи. Архимандрит Иосиф, в миру Еременко Иосиф Борисович. Родился 9 декабря 1965 года. Запомните, а то надо цифру. В Алма-Ате, в семье служащих православного вероисповедания. В 1983 году окончил Республиканскую физико-математическую школу города Алматы и поступил на физический факультет Томского государственного университета. Ну, цифры у нас, кстати, меньше всего. Ну, главное рождение. То есть, эти цифры ни на что не влияют. Только рукоположение. Дальше. В 1984 по 1986 годы служба в Советской Армии. С 1987 года проходил обучение на физическом... Продолжил. Продолжил обучение на физическом факультете КАЦГУ. Казанского государственного университета Эммикирова. Эммикирова, который окончил в 1991 году. В 1991-1992 годы преподавание в Республиканской... Ну, подожди, ну-ну-ну-ну. ...физико-математической школе города Алматы. В 1992 году поступил в Московскую духовную семинарию. Полный курс, который окончил в 1993 году. То есть, за год полный курс. В 1992 он поступил и за год закончил. И был принят в Московскую духовную академию, которую окончил заочно в 1997 году. 8 августа 1994 года архиепископом Алматинским и Семипалатинским Алексием Кутёповым рукоположен во Ира Дьякона. 11 августа 1994 года в Айеромонахе. Вот, в 1994-м, а там 29 лет ему было. То есть, нарушено каноническое правило, которое гласит, должен быть извергнут. Вот канон-то, включите, 6-й Вселенский собор, 14-15 правила. Ну, давай, прочитаем, чтобы это было понятно, что я не выдумываю. И скажут, о, ты не набидишься. Ну, они так это начинают каноны. Геннадий Фаст тоже был рукоположен там 25 лет или 23 года. Геннадий Фаст. Да почему? Да-то я читал неданные биографии. Не знаю. Да. Ну, дальше смотри. Вселенские соборы, правила Вселенских соборов. Вот смотри. 14-е, 15-е правило. Прочитаем один раз. Это правило. Считаю. 14-е правило. Правило святых и богоносных отец наших дособлюдается и всем. Вот, а сидят епископы, Вселенский собор дособлюдается. Да было пресс-фитера прежде 30 лет не рукополагате, если бы человек и весьма достоин был, но отлагате до урещенных лет. То есть закончил все семинарии, академии, преподает там, учит, но отложить. Почему? Обычно правило не поясняет, почему настолько отлучается забор 10 лет. Ребенка-то не вернуть все равно, она убийца. Слезть за смерть. Однако здесь говорится, почему нельзя. Ибо Господь Иисус Христос в 30-е лето крестился и начал учить. Все. То есть это лезут выше Христа. Христос 29 лет, он все еще не выходит. 30 лет только тогда и отсюда святые отцы постановили. Что неправильно-то здесь? Разрушители, развратители. Подобно и диакон прежде 25 лет, и диакониста прежде 40 лет, да не поставляются. Дальше. 15 правило. И по диакон, да поставляются не прежде 20 лет возраста. Если же кто, в какую бы то ни было, священную степень поставлен будет прежде определенных лет, да будет извержен. Кто отменял правила-то? Печатают, говорят. Ну, возьми, допустим, если есть закон, где-то на него ссылаются. Любой процесс судья должен решать по правилам, какие есть. Какие законы приняты, Конституция, СССР. Но сейчас к нему не подходить. Не благословляться, ничего. Он должен быть извержен. Извержен. Что интересно. Во пресс-митера не рукополагайте. До определенного лета. Все. И что тут отвечать? Отвечать нечего. Они будут спорить, а с кем? Но если бы святые отцы это дело-то разогнали, ну, тогда дело другое. Ну, и вот дальше мы считаем, что он пишет. Топ. В аэромонахе, 29 лет. В 95-м году архиепископом... Слава Иисусу Христу! Архиепископом Алматинским и Семипалатинским Алексием Кутеповым назначена должность заведующего епархиальным отделом богословского и религиозного образования и штатным клириком Никольского... Никольского, но Никольского. Никольского кафедрального собора города Алматы. Никольского. В 98-м году архиепископом Алматинским и Семипалатинским Алексием назначен настоятелем Христа Рождественского храма города Павлодара и благочинным церквей 1-го округа Павлодарской области. А почему ты пропустил вот это вот, вот это-то, в апреле 1995-го по благословению Патриарха, возведем Сан Игумена на Перстонах Креста, ты пропустил, второе опять пропустил, 1-го сентября 1995-го назначен клириком Вознесенского кафедрального, а потом уже это. В 99-м году постановлением ученого Совета Московской Духовной Академии присуждена ученая степень кандидата богословия за диссертацию «Духовная жизнь» по творениям святого праведного Иоанна Протеерея Кронштадтского. Главное, святого праведного, ни о кого так не говорят. Масло масляное. Ну, святой, значит, и праведный. А раз праведный, значит, святой. В том же году в городе Павлодаре диссертация издана отдельной книгой. Это очень важно. В 2002 году, 6 июня, патриархом московским и сиерусеем Алексеем II удостоен права ношения креста с украшениями. Крест с украшениями. Ну, настолько это, ну, даже смешно. Крест страданий. Как ты его украсишь-то? Он украшен самим Господом Иисусом Христом. Неужели никто это не понимает? С сентября 2002 года по март 2007 года редактор областной православной газеты «Благовещение». В 2003 году окончил заочное отделение Северо-Казахстанского юридического института Казахского государственного юридического университета. С 18 декабря 2010 года секретарь комиссии по канонизации святых митрополищевого округа в Республике Казахстан. По-моему, митрополищево все-таки. Митрополищево. Видите, чем это значит? Теперь уже решает за небо, кто святой, не святой. А куда идти 1 Коринфянам 4,5? 1 Коринфянам 4,5. Вот это они никогда не считали или что? Я не пойму. Вот смотри. Есть такое послание 1 Коринфянам. Есть у него послание 4 глава. И 5 стих. Считай. 5 стих. Посему не судите никак прежде времени. Никак. Никак. Когда Лаван догонял Иакова, ему сказали, не говори ни хорошего, ни плохого. Не говори, чтобы я тебя не убил. Никак не судите, Павел говорит. Это суд. А то не судите, не судите, а сами судят. Не просто судят. А судят за Бога. До каких пор не судить? Охота судить. Пока не придет Господь. Вот, пока. Он не пришел еще. Поэтому канонизация до пришествия Христова, она попадает под этот стих. Который и осветит скрытое во мраке. Вот он когда осветит. А людям, что, допустим, Аматрона, она с пещенников ругала. Это не пойдет, выбросить надо. То есть стилизует все время. И все жития-то они такие. Дальше. И обнаружит сердечное намерение. И тогда каждому похвала от Бога. Тогда похвала, тогда канонизация будет. Тогда только определят. Похвала от Бога или порицание. Так, уходи. Павля. Ну, что тут непонятно. А кто отличает тебя, что имеющего бы не получил? Что тут... Кто тебя отличает от канонизации? Потом резать его начинают. Что тут евангельского? Что тут спасительного? Дальше? Так, где закончили? В 2011 году по благословению патриарха московского и всея Руси Кирилла возведен сан Архимандрита. То есть по ступенькам подбирается. Дальше и дальше. До переезда в Томск был руководителем издательского отдела казахстанского митрополищева округа, имея церковные и государственные награды. Не стали даже говорить. То есть, ну, а я говорю ему дальше ответ. А я и говорил, что похож же на епископа уже. То есть, все есть. И вот когда избирают, интересно, человека, какие награды. Вот интересно. У Брежья все награды было. А теперь он, видимо, сидел и думал. А кто сказал? Леонид Ильич, ну вот партий-то много. А чтобы вот 50 лет в партии быть, это стаж. Надо награду сделать. И льготы какие-то. И вот подходишь в ЖД вокзале к касте. Без очереди. Герой труда. Ну, герой труда. Герой Советского Союза. Строчка одна. А дальше. Члену партии КПСС, который был в ней не менее 50 лет. То есть длинный такой. А то себе придумали. Вот когда избирали патриарха, точно так же. Патриарха, то есть изведанных силой Духа Святого, жизнью, благовестием избирали-то. То есть никак. Имеющий обязательно высшее образование, академику. Что значит высшее? То есть высшее, это он уже не поднимется. Не высокое, а высшее. То есть это превосходная степень. Высшее уже не подняться. Ничего нет. А Петр, а Петр там на волнах качается. Он не подходит даже. Дальше. Что имеет опыт работы канцелярской, прямо указано, на патриарха. То есть Кирилл сидит и смотрит, у него что есть. И похоже на это. Он столько-то лет работает. Вот надо такое. Но другой епископ, митрополит, а столько у него нету. Ну где он возьмет эти годы-то? А он набрал это. И дальше еще посмотрел. Еще бы сказали, может быть избран тот, у которого не меньше 500 миллионов долларов. Еще можно было бы сказать, патриархе может быть избран только тот, который умеет торговать беспощадно водкой, табаком. Ну ясно дело, что кандидатур там мало таких, то есть одна. Почему не сказали, когда избирали, даже еду раздавать? Давай мы посмотрим, чтобы это было понятно. Вот посмотрим Деяния апостолов. Есть такая книга, они, наверное, тоже не считали. Вот пятая глава. Так. Я правильно открыл пятое это? Нет. Подожди-ка. Да не, плюс-плюс нажимаете. Наверное, плюс это. А да, вот читаем, шестая глава. Так, в эти дни, когда умножились ученики, произошел у еленистого ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Понятно, как уже. Вот еврейские штучки какие были-то. Еленисты это не елены. Еленисты это евреи, живущие в других странах, пришли, когда им. Дальше. Тогда. Тогда. Двенадцать апостолов, созвав множество учеников. То есть собор общий был, общий. Не один там их совет, клобуки одни собрали. Сказали. Сказали. Нехорошо нам, оставив слово Божие, пищись о столах. О-о-о. Нехорошо заканчивать мирские учреждения, а по миру не идет человек. Не идет. А когда вот это вот сверхмеры учатся всю жизнь, с чем это связано? Итак, братья. Итак, братья, выберите из среды себя. То есть вы выберете, мы выбирать не будем. Но условия какие, чтобы что? Семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Так, какие изведанных? То есть проверили, живут по-христиански. Никакого изъяна нету, порицания нету и от внешних. Павел говорит об этом. И теперь вы изберите из среды себя, а мы пока уйдем в другой комнате будем. Избирайте здесь. А условия-то простые. Кого изберете? А вот сейчас мы посмотрим, как избирают. Исполненных Святого Духа. А вот как узнать Духа? Почему они проверяют дипломы, кандидатские, докторские, богословия? Ничего нету. И их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. То есть чем занимались апостолы? Молитвы и проповедь. Молитвы и проповедь. Служение Слова. Служение Слова Божие. Какое слово-то? Они сидели и просто разговаривали. Павел, говорит, продолжил слово до сколько. Вот сейчас мы посмотрим, как они еще избирают. Так, взялся шум. Так, еще что-то здесь было. Крестил водой. Теперь смотри, где он тут ездит. В те дни Петр встал посреди досошествия Духа Святого. И что сказал? Посреди ученикова. Сказал. Это первая глава Деяния апостолов, 15 глава. 15 стих. Было же собрание человек около 120. Мужи, братья. Никаких женщин там нету, конечно. Мужи, братья. Надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде, тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего. Но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима. Так что земля-то на отечественном их наречии названа Акелдама. То есть земля крови. Забеть, он начинает говорить, и Тух Святой сказал, и дальше начинает цитировать по Библии. Петр неграмотный, может быть, рыбак. Никаких дипломов нету. И что? В книге же Псалмов написано, да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его допримет другой. Понятно, как пользовались они Словом Божьим, как знали. Осипов, а почему это не делает? И вот Городин, Городин сидит, смотрит, лишь бы людей увезти, не дать им истину. Итак. Итак, надобно, чтобы один из тех... Из тех. То есть теперь вот кандидатуры, много вас здесь, 120, которые... Которые находились с нами во все время. Во все время, не просто пристали, во все время, три года ходили и ходили за Христом. Когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус. То есть узнать, и узнавали апостолов, что они были с Иисусом. Узнавали, нас узнают или нет, что мы с Иисусом. Дальше. Начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения его. Потому что там они встретились со Христом, на Панаил. Вот как узнали. Теперь отобрали таких. Теперь двоих нашли, только два. Которые пришли попозже, на один день позже. Уже не пойдет кандидатура. Какие условия поставили? Не о себе заботятся. Никуда не подгоняют. То есть это может быть тот самый день, в который человек не был, а Господь говорил. Вот именно с самого начала, чтобы был. Чтобы сегодня он Библию от корки до корки знал. Вот что означает это. Дальше. И поставили двоих. Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфея. И помолились и сказали. Как? Молитву никто не составлял, а каписты не пели, икону не целовали, мироточения не было. А что, прямо к Богу? Вот теперь Славика надо какого-то там Щебаркульского найти, и надо Матрону. Бог недостаточен. Маленькие башки. И при том, ну как к Богу обращаются. Берут камушки, обереги разные, с могилы. Особенно с могилы любят брать. И сказали. Ты, Господи, сердцеведец всех. Покажи из всех двоих одного, которого ты избрал. Которого ты избрал. Ни компартия, ни президента избрал, что он умеет ладить со всеми. Ни международный совет в церкве, ни экуменизм. Нет. Но ты избрал. То есть они познавали волю Божию. А как, избрал или не избрал? Принять жребий всего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. Как просто и понятно. В свое место. Даже это не говорит, где, куда. Не прежде времени. И бросили они жребий. Почему патриарх Кирилл не пошел на это? Патриарх Тихон, да, большее число голосов проголосовало за Антония Храповицкого. А он на третьем месте. Их три кандидатуры было. У Тихона меньше всего нож жребий пал на него, вытащил там слепой Алексей, привезли схимонаха, там он шарился, шарился, достал там в шапке или как. И бросили они жребий, и выпал жребий Матфею, и он сопричислен к одиннадцати апостолам. Все. Сегодня ничего этого нету. Нету. В первую очередь патриарх показал пример. Ни под каким видом не пошел на это. Почему? А не дай бог не сработает. То есть дальше тут власти могут. Они знают структуру, как выбирать, как сейчас они даже сообща Ксению возьмут, могут президентом сделать. Пожалуйста, сделали Евдокимова здесь. Президенты где-то комиссии, которая избирательная там подбрасывает, пачками бросает за него, отпечатали эти голосовальные, в урнах-то стоят. И следят, и иностранные, ничего не могут и следить. Обман на каждом шагу. Я не знаю это, пожалуйста, Матвиенко, Валентину, ничего не стоило. А теперь сын ее. Сдумают ее выдвинуть, женщину. Президентом сделает. Абсолютно ничего не значит. Я вспоминаю, как избирали перед Рейганом, там был, кажется, Никсон. И вот избирали, а у них там мальчишник свой, там все миллиардеры, все масоны. Бильденбергский клуб, видимо. И Рональд Рейган отошел в сторонку, который старше подошел, похлопал по плечу и говорит, Ронни, ну не обижайся, следующий ты будешь. Еще ничего нету, еще это даже дня не был президентом, а уже следующий знает. А там будут биться, на картах будут зеленые-красные фонарики загораться где-то, а уже все решено. Все. Да кроме того, убого решено. Единственное, кто не почтил их своим вниманием, Джон Кеннеди, и где он, что случилось? Так что тут надо быть, ой-ой-ой, как, вот что сейчас попутно зашел, кто зашел вот ко мне? Леня Якопчук. Вот он, как раз сейчас про него говорили, и он зашел. Что же он пишет, а что говорит? Это аминь, во веки слава Иисусу Христу. Пожалуйста, 50-ти в третьем колене. А говорит, как православный, православным поучить надо в Америке. У них сейчас там вечер, 6 часов вечера. Вот я ему ответил, Порошенко Петра, тут я поминал, что есть. Ну, я думаю, тогда сегодня не буду брать вопросы, никакие другие достаточно. Благодарю, Никита. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому